В следующем году стройка газопровода строится не будет. Газификация под угрозой срыва. Глава регионального газпрома рассказал о долгах области за голубое топливо. Чем это обернется для людей? У женщины был ухуд с клеща не так давно и идет типичная клиника клещевого месополита. Осторожно, клещи. В регионе участились случаи укусов. Какие болезни разносят клещи и как от них защититься? Вот если будет улица немориальная, тогда, наверное, будет иметь смысл назвать ее улицей победителей. Улица победителей. Владимир готовится к празднованию очередной годовщины Великой Победы. Сегодня в городе появились еще три мемориальные таблички. Вы смотрите новости на шестом канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. За ветхое аварийное тоже надо платить. Жители нескольких домов города Лакинска возмущены тем, что им пришли квитанции за текущий ремонт и содержание жилья. Много лет постройки не брала на баланс ни одна управляющая компания. В результате дома буквально разваливаются на глазах. К тому же одно из зданий было признано ветхим и аварийным. Так за что же и кому просят заплатить? Выясняла Ольга Федина. Светлана Немцева уже год живет в постоянном страхе. Дом буквально трещит по швам. Женщина боится, что потолок в спальне. Ее квартира может в любой день обрушиться прямо на голову. Потолок разъехался. Оттуда высыпались камни, песок. И вот в таком состоянии каждый месяц я убираю вот из-под этой вот расщелены кучку песка. Дом, в котором кроме Светланы и ее мужа живут еще 10 семей, признали аварийным два года назад. Правда, людям пришлось за это побороться. Жители приглашали независимую экспертизу, которую оплачивали из своего кармана. Дом в течение многих лет не обслуживался управляющими компаниями. Каково же было удивление жильцов, когда за прошлый месяц им пришли квитанции за текущее содержание и ремонт общего имущества. Как говорят депутаты нашего городского совета, приняли решение, чтобы независимо, аварийно, не аварийно, мы должны платить за содержание ремонта. Но за что платить? Жители уже не верят, что в их аварийном доме будут проводиться хоть какие-то работы. Много лет они следят за порядком сами. Такие же квитанции пришли и жильцам из соседних домов. Только им повезло меньше. Их постройки ветхими и аварийными администрация так и не признала. А на платную экспертизу у пенсионеров, которые здесь проживают, денег нет. Их дома были построены почти 100 лет назад и разваливаются на глазах. В подъездах и квартирах образовались сквозные трещины, через которые дует ветер. Ни разу ремонта не было. Просили, писали заявление, чтобы нам отремонтировали немножечко, чтобы проводку поменяли в подъезде, потому что горели не один раз было, а у нас перенапряжение. Никто ничего не делает. Нам объясняют, что дом не аварийный. По программе капремонта фасад дома Елены Герасимовой должны отремонтировать через 5 лет. А фундамент только через 23 года. Но за это время все вообще развалится, говорят жители. Текущий ремонт будет проводить муниципальная управляющая компания. Дома, в том числе и аварийный. Она, как выяснилось, взяла на свой баланс. У нас есть МУП «Водоканал», который занимается водоотведением, водоподведением. Есть созданная компания на базе этой МУП «Водоканала», УК «Водоканал», управляющая компания. Она подобрала сейчас все дома, которые были без управления. Вы, как аварийный дом, имеете право, признанно аварийной согласно экспертизы, не платить капитальный ремонт. А вот за содержание жилья, хоть и ветхого, люди платить должны, считают в администрации. Сити-менеджер уверен, что нареканий к работе городской управляющей компании у людей не возникнет. Что же касается конкретного ответа на вопрос по переселению жильцов из аварийного дома, то его Андрей Маринин дать не смог. Так как документы людям выдавала не администрация, а независимая экспертиза, жилье в федеральную программу не попало. Поэтому сроки для расселения законом не установлены. Но все же по плану главы администрации, ключи от новых квартир все нуждающиеся должны получить до 2022 года. Только вот простоят ли до этого времени дома? Ольга Федина, Константин Миронов, 6 канал. Газификация под угрозой срыва. Об этом на встрече с журналистом и заявил гендиректор компании «Газпром» газораспределения Владимир. Теплоснабжающие организации задолжали поставщику голубого топлива больше 2 миллиардов рублей. Причем, по словам Юрия Дуброва, область не просто срывает график погашения долгов, но и стремительно накапливает новое. Каким последствиям это может привести, расскажет Оксана Любимова. Подводя итоги отопительного сезона, в Ублгазе констатируют, 33-й регион в глубокой долговой яме. Задолженность теплоснабжающих организаций за голубое топливо больше 2 миллиардов рублей. Причем область не только не гасит долги прошлых лет, а стремительно их накапливает. С начала 2016 года плюс 600 миллионов просрочки. Теперь, говорят в «Газпроме», и пятилетняя программа газификации под угрозой. До 2020 года компания планировала подвести газ к двум сотням населенных пунктов, и все эти проекты могут остаться на бумаге. По словам газовиков, Белый дом до сих пор не сообщил, когда и за счет каких средств должники будут расплачиваться. «Был определен срок. 1 марта. На сегодняшний день программы мероприятий отсутствуют. Источники финансирования данной программы мероприятий также не определены. Этот факт ставится под сомнение, что утвержденное и подписанное губернатором соглашение будет исполнено, что, естественно, повлечет за собой срыв программы газификации области. В следующем году строя газопроводы строится не будет». Самые серьезные проблемы в Александровском, Петушинском, Везняковском районах и округе Муром. Долг только муромских тепловых сетей за год увеличился на 200 миллионов рублей. «Регион не только не погашает уже накопившиеся долги, но и допускает значительный рост. Если программа газификации будет сорвана, у этого строя будет конкретное имя, фамилия и адрес. И имя, фамилия этого товарища и местонахождение находится в округе Муром». В целом, говорят в облгазе, отопительный сезон в области прошел без серьезных происшествий. А вот два случая отравления людей угарным газом в Оргтруде и Собинке обострили проблему несанкционированного использования и неправильной эксплуатации газового оборудования. Вентиляция в многоквартирных домах, по словам Юрия Дуброва, оставляет желать лучшего. А проверить исправность газовых плит, котлов и колонок не всегда получается. После взрыва газа в жилом доме в Ярославле, всех, кто откажется пускать домой газовиков, обещают оставить без голубого топлива. «Придется принимать жесткие меры, вплоть до отключения таких абонентов и потребителей газа, которые не проводят своевременно и качественное обслуживание внутридомового газового оборудования. Говоря простым русским языком, отопительный перевоз закончился, отключать будем нещадно, никто нас не остановит». Массовое отключение газа за долги и нарушение правил эксплуатации начнутся в ближайшее время. Только в мае в Облгазе обещают отключить от газоснабжения 7 тысяч абонентов. Оксана Любимова, Артем Горчаков, 6 канал. Опасные паразиты. В этом году, по словам специалистов, очень много клещей. С начала апреля зафиксировано в 6 раз больше укусов клещей, чем за аналогичный период прошлого года. Клещи переносят опасные заболевания, причем страдают от них как люди, так и домашние животные. Как обезопасить себя и своих четвероногих любимцев. Напомним в следующем материале. Полугодовалый Шурик, второй день под капельницей. Накануне врачи убрали с собаки 9 клещей. Какой-то из них оказался зараженным. В результате, пес резко почувствовал себя плохо. «Собака совсем молодая, жизнерадостная. И тут вдруг, как подменили. Выйдет, встанет, смотрит в одну точку, лапу поднять не может. Ну, что, вчера подумали, привезли сюда, в клинику. Ну, привезли, взяли у него кровь на анализ, нашли у него. Ну, в общем, укус клеща». Таких, как Шурик, только в этой клинике каждый день принимают до десятка. Все поступают с похожими симптомами. Вялость, температура. По словам специалистов, если такое случилось и с вашим питомцем, срочно к ветеринару. У заводчиков есть 2-3 дня, чтобы спасти своего четвероногого друга. В противном случае укус клеща может стоить собаке или кошке жизни. «Если клещ укусил, именно зараженный, он вместе с своей слюной впрыскивает в кровь кровопаразита мелкого, пероплазму, которая разрушает красные кровяные тельца, эритроциты. То есть идет из-за чего такая вот резкая депрессия? Из-за того, что именно нет сил. То есть очень низкий гемоглобин». Для человека этот паразит не опасен. Обезопасить можно и животное, если вовремя позаботятся о профилактике. Есть таблетки, вакцина и препарат, которые раз в 4 недели капают на холку во время опасного сезона. Это с марта по ноябрь. Правда, напоминают специалисты, клещ, собаки или кошки может переползти на человека. Принести паразита можно и с полевыми цветами. В этом году клещи особенно активные. К врачам уже обратились 25 покусанных с начала апреля. Год назад их было четверо к этому времени. Поэтому, собираясь в лес, нужно не забывать надеть резиновые плотные брюки, куртку с длинным рукавом. Желательно, чтобы рукав был еще и заужен на запястье, чтобы клещ не пробрался. А также головной убор. После прогулки надо тщательно осмотреть себя и детей, чтобы исключить возможность укуса. В противном случае... В идеале, если человек укусил клещ, клеща доставить на исследование. То есть, чтобы посмотреть, он заражен или нет, или вирусом клещевого энцефалита, или боррелиозом. В Владимирской области велика вероятность заразиться боррелиозом. У нас случаев больше, чем в среднем по России. Зато пока в 33-м регионе не фиксируется клещевой энцефалит. Точнее, не фиксировался до прошлого года. Жительницу Владимира в Чехии укусил клещ. А когда она вернулась домой... Поскольку женщина в анамнезе имела сахарный диабет, у нее отметилось ухудшение состояния здоровья, и женщина попала в эндокринологическое отделение и проходила лечение. Но почему-то лечение не давало того эффекта, который должно было оказывать. И уже потом, спустя недели-две, удалось выяснить, что, оказывается, у женщины был укус клеща не так давно. И идет типичная клиника клещевого энцефалита. Юлия Кузнецова, Александр Мажаров и Артем Горчуков. Шестой канал. Стратегическое развитие страны. Этот вопрос обсудили на президиуме Совета законодателей. В нем участвовал председатель ЗАГС Собрания области Владимир Киселев. По мнению спикеров, реализовать госплан нужно как можно скорее. Вполне возможно, пилотный проект будет запущен в некоторых регионах в ближайшее время. Никита Королев продолжит тему. Стратегическое планирование. Ему законодатели придают большое значение в вопросах развития государства. Федеральный закон о стратегическом планировании в Российской Федерации принят еще в 2014 году. Правда, реализация его пока пробуксовывает. Сегодня констатировал президиум Совета законодателей, что правительство не успевает выполнить те задачи, которые поставлены законом. Прошло уже более полутора лет, а не выполнены некоторые даже основные задачи. Нет даже графика на сегодняшний день реализации этого закона, который должен был быть разработан правительством еще более года тому назад. Владимирская область формально не стала дожидаться изменений. У нас уже разработан план стратегического развития до 2030 года. Кроме этого, губернатор Светлана Орлова настояла на принятии трехлетнего бюджета развития. Это своего рода основа стратегического планирования. На президиуме Совета законодателей прозвучало требование не откладывать принятие изменений в федеральный закон. Правительство же предлагало отсрочить это на два года. Кроме того, Валентина Матвиенко озвучила мысль внедрять пробное планирование в наиболее подготовленных регионах. Главное выработать для всех областей общий механизм подготовки документов. Было бы разумно разработать единый алгоритм формирования системы документов стратегического планирования, обеспечивающий взаимосвязанность и единство их показателей. В качестве таких показателей можно предложить набор индикаторов, отражающих определенный стандарт качества жизни или стандарт благополучия наших граждан. Законодатели уверены, вопросами общего планирования стратегического развития должен заниматься один государственный орган. Вполне возможно, забытая структура госплана в нашей стране уже совсем скоро возродится. Никита Кролев, 6 канал. Прямо сейчас коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Виновен в причинении смерти по неосторожности. Такой вердикт вынесут гендиректор Угусевского стекольного завода Александру Климашину. Его приговорили к наказанию в виде полутора лет исправительных работ с ежемесячным удержанием из заработной платы 20% доход государства. По мнению суда, он не обеспечил безопасность на территории недостроенного здания. В результате туда проникла компания подростков, один из которых погиб из-за травмы, полученной при падении на стройке. Более 34 миллионов для снятия напряженности на рынке труда. Такую субсидию Владимирская область получит из федерального бюджета. Выделенные средства уйдут в организации региона. Уже отобрано 35 предприятий, которым субсидия нужнее. Деньги используют на стажировку более 200 сотрудников. Работодателям же частично компенсируют расходы при выплатах заработных плат. Кроме того, более тысячи человек получат временную работу. За присвоение растрату 10 лет тюрьмы. Такой срок может грозить главному бухгалтеру Владимирской больницы, если ее вина будет доказана. Полицейские выявили факт растраты денежных средств. По версии следствия, подозреваемая растратила миллион вверенных ей рублей. Она составляла фиктивные протоколы о распределении зарплат своим подчиненным в пользу особо приближенных ей сотрудников. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Брала взятки со студентов? Перед судом предстанет экс-доцент кафедры психологии в ЛГУ. Елена Базалей обвиняется в получении взятки и служебном подлоге. По версии следствия, Базалей была в составе комиссии по приему госэкзаменов и защите дипломных работ. Всего же в этой комиссии было пять сотрудников университета. Решение они принимали большинством голосов. Следствие считает, Базалей вместе с доцентами Антониной Макаровой и Светланой Малининой договорились брать с студентов взятки за успешную защиту диплома и сдачу экзаменов. Всего же, как считают правоохранители, нечистые на руку преподаватели получили более полумиллиона рублей от 37 студентов. Переименуют ли совхозную в улицу победителей? На легендарной Владимирской улице сегодня появились еще три мемориальные таблички в память о тех, кто принимал участие в ее строительстве. Кто пришел поздравить жителей и о чем мечтают родственники фронтовиков, расскажет Александр Инин. Эта улица моложе Дня Победы. Ей только 60. Официальное название совхозное. Почему же неофициально? Ее называют улицей победителей, потому что дома на ней строили фронтовики и труженики тыла. Ни одного уже нет в живых. Но здесь живут их дети, внуки, правнуки. В 2009 по собственной инициативе они организовали праздник своей улицы. Потом появился этот обелиск. Теперь ежегодно сюда приезжают первые лица области и города и возлагают к нему цветы. Сегодня на Западе есть политики, желающие переписать историю Великой Отечественной войны, умолить высочайший подвиг нашего народа, очернить роль государства нашего в борьбе с фашизмом. Но мы знаем, что ничего у них не получится, правду скрыть невозможно. И это правда у нас, у нашего народа. Это правда здесь, на этой улице. На улице 30-ка домов на 13-ти уже есть таблички в память о фронтовиках-строителях. Первые родственники победителей приобретали за свой счет. Но сейчас помогают чиновники, выделяют специальные мини-гранты. Изготовление и установка одной таблички обходятся в 6-7 тысяч рублей. Каждый год на этой улице появляются три новых мемориальных доски. Ура! Одну из них сегодня открыли на доме номер 10. Строил его Василий Иванович Чуприн. Внучка рассказывает, тяжелая инвалидность не помешала деду довести строительство до конца. В 41-м году он потерял глаз и руку как раз на военном производстве. И его комиссовали, он был политруком. Зампредседателя ЗАГС Собрания считает, что такие улицы победителей очень важны и должны быть в каждом городе. Новым поколениям они будут напоминать, что была такая война и мы в ней одержали победу. Даже жители этой улицы говорили о том, что вот это название, оно их сплотило даже больше, чем до этого было. Они живут одним коллективом, одной семьей. Может и правда настало время совхозную переименовать в улицу победителей. Один из инициаторов праздника, автор книги «Улица победителей», с этим согласен. Но не только в названии дела. Улице нужен музейный статус, считает краевед. Давайте ее сделаем мемориальной. Это означает, закроем проезд, как-то ее вымастим, сделаем какое-то общее благоустройство. Вот если будет улица мемориальная, тогда, наверное, и будет иметь смысл назвать ее улицей победителей. Что касается самого праздника, то его непременными атрибутами стали песни военных лет и полевая кухня. Вместо боевых 100 граммов предлагали горячий чай. Александр Инин, Александр Мажаров, Шестой канал. Не испугались расстояний. Сегодня во Владимир прибыли участники международного автопробега «Звезда Победы». В начале апреля он стартовал в Севастополе, Бресте, Дербенте, Архангельске и на острове Русском. Экипажи преодолели примерно 35 тысяч километров, побывали в городах-героях и вручили жителям гигантские копии знамени Победы. Автопробег финиширует в Москве 9 мая. О том, что привезли участники акции «Владимирцам», расскажет Маргарита Махрова. Везут память. Машины Победы возглавляют пять направлений символичной звезды. Участники масштабного автопробега «Звезда нашей Великой Победы» объединились во Владимире. За плечами экипажей примерно 35 тысяч километров. В начале апреля они одновременно стартовали из Севастополя, Бреста, Дербента, Архангельска и острова Русский. В каждом городе они встречались с жителями, общались с ветеранами, посещали места боевой славы и обменивались подарками, которые теперь везут во Владимир. Среди них икона Божьей Матери Хабаровской и камни из храма в Херсонесе. Им более двух тысяч лет. Камни будут заложены в фундамент будущего храма святого Владимира Крестителя во Владимире. Камни, которые привезли ребята с акции со всей концу нашей необъятной Родины, будут тоже монтированы, чтобы духовные невидимые скрепы осязаемо были здесь, в этом храме. На Соборной площади колонну приветствуют криками «Ура!». На машинах «Победа» вместе с участниками автопробега едут и ветераны. Основная идея акции – объединение поколений, стран и городов. Пять лучей, звезды победы – это огромная акция. Она начиналась не один день вместе с боевым братством. Это одна из крупнейших военно-патриотических организаций в России. Сегодня наши ветераны проехали на машинах «Победы». Для них это радостные воспоминания, воспоминания «Победы». Александр Тибекин на своей «Победе» стартовал из Архангельска. По его словам, машина с честью выдержала длинный маршрут. «Победа 1953 года, она даже старше, чем мои родители. Ничего, хорошо ведет, едет, маленький передел. Машина старая, бывало маленькие поломки, а так все хорошо». «То есть, в принципе, она все испытания прошла, доставила?» «Да, точно». В каждом городе, через который прошел автопробег, участники вручали местной власти масштабную копию знамени Победы – 200 квадратных метров. На 9 мая ее пронесут вместе с колонной бессмертного полка в 150 населенных пунктах. В честь объединения на Соборной площади Владимира сложили огромную красную звезду и знамен Победы. Участникам направления «Брест-Владимир-Москва» удалось побывать в Брестской крепости и встретиться с сыном героя-пограничника Алексея Васильевича Лопатина. В начале войны отряд под его командованием в течение 11 суток сдерживал натиск урага на границе. «Очень теплые, хорошие впечатления. Мы здесь встречали очень хорошо, добродушно. Ветераны плакали, обещали, что будут писать, звонить, оставляли им свои адреса, визитки». Сесть за руль легендарной машины смогли и юные владимирцы. «Столическое ощущение вспоминается те события, которые рассказывали родители, что кровавая война, победу давалось нам нелегко». «Тебе бы хотелось завести эту машину и поехать тоже в пробег?» «Конечно, хотелось бы». Финиширует автопробег 9 мая в Москве. Участники пройдут в составе колонны бессмертного полка. Это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Впереди еще немного полезной информации и прогноз погоды. Спасибо, что проявили это время с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова